участникам в празднике народа, чаще для того, чтобы большее число людей привлечь к себе учениям и знамениями, особенно народ без хитрост, ибо на празднике обыкновенно сходятся и земледельцы, и городские ремесленники, которые в прочие дни занимаются работами. Купальня называлась овчью, потому что к ней пригоняемы были жертвенные овцы, и в ней омывались их внутренности. Многие думали, что вода получала некоторую божественную силу от одного того, что в ней омывались внутренности жертв, что потому и ангел сходил на сию воду, как на избранную, и чудодействовал. Кажется, божественный промысел предустроил чудо в этой купальне для того, чтобы издалека вести иудеев в твере во Христа, так как имело быть даровано крещение, имеющее великую силу и величайший дар, ибо оно очищает от грехов и оживляет души, то Бог предживописует крещение в иудейских обрядах и дает иудеям, например, воду, очищающую их от нечистот, хотя не существенных, а мнимых, например, от нечистоты вследствие прикосновения к мертвецу или к прокаженному и многоподобного. Дает также и чудо этой купальне, руководящее их принятию крещения. Ангел, не сходивший по временам, возмущал воду и сообщал ей целительную силу. Ибо не от естества воды, чтобы ей исцелять самой по себе, в таком случае это было бы всегда. Но все зависело от действия ангела. Так и у нас вода крещения есть простая вода, но через божественное нисхождение, получив благодать духа, она уничтожает душевные болезни. Слеп ли кто, то есть имеет поврежденные очи душевные и не может различить добро от зла? Кром ли кто, то есть неподвижен к деланию добра и преуспеянию в добре? И сохли кто совершенно, то есть не пулится в состоянии отчаяния и не имеет в себе ничего доброго. Вода сия всех исцеляет. И тогда слабость не позволяла некоторым получить исцеление, а ныне мы не имеем никакого препятствия к крещению. Ибо за выздоровлением одного, прочие не остаются без исцеления. Но хотя бы вся вселенная сошлась, благодать не уменьшится. Вопросы? Игнатий Тихонович, ну вот каждый год выходим на крещение, и каждый год народ все идет за водой. Для исцеления. Но если бы она вроде бы как бы не помогала, так что бы они ходили бы за них? Канистрами прям, так, или это уже так в привычку вошло все? Тут же сказано, что вот без духовного возрождения, без веры, но обыкновенная вода и вода. Или, или как, или они, я не понимаю, или они верят в то, что она исцеляет и получает исцеление? А что бы ходить-то каждый год-то, или уж так и принято? Я вот верю, что если человек не верующий, не верующий в вода, она никакой святости не обладает, он в это не верит. Можете прокомментировать вот это? Ну как я комментировать могу, только попросил у Бога веры, это тут нельзя комментировать. У нас уполномоченный был по религиозным культом здесь, Седишев, старый коммунист. И у него в кабинете на батарее висели каждый год, он брал воду, вроде для испытания посмотреть. А в последнее время вода стала мутнеть, и сказали, а вот что-то там не то у священников. Если человек верит, поверю его, да будет вам. А не верит, ничего и нету. Люди даже и слышали воскресение Христа, объяснили. Главное верит в священное Писание. Писание верит-то. А вот если бы он воскрес, Лазаря пошли поверят, он говорит, у них есть Моисей, пророки, пусть слушают. А если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Так что верить в священное Писание необходимо более чем всем чудесам. Златоуст прямо говорит, мне чудеса эти не нужны, я и так верю. Вот в этом весь сказ. Как мы сейчас заспорили, там книга Еноха, да вот сыны Божии, это ангелы совокуплялись с женщинами. Даже никогда бы не было нигде ничего написано, никакой книги. Но просто, возможно ли это или нет, здесь как раз не надо никаких святых отцов брать, никого. Не может. Духовное сообразуется с духовным. У него нечего зачать, он не может воплотиться. Воплотился без участия мужа только один человек, Иисус Христос. Всё. На все века. Нет, он начинает бредить умом, как златоуст говорит, бредней пьяных старух. Бредних, да ещё пьяных, да и выжили из ума. Деревья дважды исторгнутые, умершие осенние. Вот придумали, что... Но если бы было такое хотя бы один раз, где-то в истории было, нигде. А только домыслы. А домыслы настроятся на безумие. Как может дух совокупляться с человеком? Никак. Никак. Это невозможно. Даже ни одной, ни один святой, никто не говорил. Житие святых охватывает две тысячи лет. И нигде никогда даже не было. Это деревенские басни, да, там называется домовой, банник, леший. И вот он там насилует или что-то. Ну, все басни-то собирать конца не будет. Это невозможно. Поэтому не надо здесь никаких искать причин, только своё невежество. Духовное сообразуется с духовным. Там всё. Так и здесь. Чудо. Я верю, так. Вода освещается везде. А он не верит. По неверию и неверию. Он и причащается, не верит. По неверию крестился. Троехратное полное погружение. Святцы, отцы признали, не значит ничего. Не было крещения. Кто будет веровать и креститься. И. За этим. А если кто не будет веровать, дальше креститься, дальше уже нет. Осуждён будет. Кто не будет веровать. А о крещении тут уже не сказано. Вот и всё. Спасибо, Христос. Слава Иисусу. Евангелие от Иоанна, 5 глава кадра, 7 стихи. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему. Хочешь быть здоров. Польное отвечал ему, так, Господи. Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другое уже сходит прежде меня. Терпение расслабленного изумительное. 38 лет он был болен. Каждогодно ожидал избавления от болезни, но предваряем был сильнейшим. Однако же он не отставал и не отчаивался. Почему Господь спрашивает его, желая показать нам терпение сего человека? Спрашивает не для того, чтобы узнать, потому что не только излишне, но и безумно спрашивает больного, хочет ли он быть здоровым. Он отвечает весьма кротко. Да, говорит Господи, я желаю, но не имею человека, который бы опустил меня в воду. Он не высказывает никакой хулы, не отвергает Христа, как предложившего неуместный вопрос, не проклинает день рождения своего, как мы, малодушные, делаем, и при том в болезнях легчайших, но отвечает кротко и робко. Хотя он и не знал, кто спрашивает его, но, может быть, считал Христа полезным для себя уже и в том одном, что опустит его в воду и потому хочет привлечь и расположить к себе своими речами. Христос же не сказал, хочешь ли я исцелю тебя, для того, чтобы не показаться тщеславным. Вопросы? Мир вам, братья, это Роман Фроликов. Вот, как бы, мне видится вот в этом примере то, что и Феофилакт, уваженный, толкует, что вот Господь наш спрашивает, не хочешь ли исцелиться, то есть, как бы, можно сказать, искушает. Ну, не то, что искушает, а проверяет, да, как бы, такое слово. Бог не искушает никого, но в то же время мы иногда, бывает, и проверяем. Короче, долго. Искушаем. Вот, то есть, это как бы, как пример нам тоже так же поступать с больными. Действительно ли они хотят исцеления? А может, ему нравится уже болеть, он уже свыкся с этой болезнью? Вот такой вопрос. Или он нашел какие-то пользу какую-то он получает от этой болезни? Кто-то попрошайничает за счет своей болезни или еще что-то? Ну, вот так вот. Вот. Ну, я вот читаю, предо мной стоит брат на наш, Сергей. Он как раз парализованный, Козлов, Своронья. И вот я слышал, что он, по-моему, Игнать Тихонич, вам он говорил, Сергей Козлов, что лучше для него оставаться в таком состоянии, как он сейчас, в лежачем, он больше делает, чем мы с руками и с ногами, потому что работы же детские-то туда-сюда. Вот. И на вопрос, хочешь ли исцелиться, он отвечает, нет. Вот. А здесь нам толкователь говорит, что даже как бы безумно задавать такие вопросы. Но у него другая ситуация, у него сила веры громадная. И он, может быть, действительно не лукавит, а понимает, что когда человек прикован в постели, его ничто не не отвлекает их, так скажем. Вот. Действительно делает громаднейшую работу. Просто только диву даешься. А кто-то вот, другой пример, вот у меня живет человек по имени Василий. Мне кажется, что ему нравится притворяться больным, он не хочет выходить из этого состояния. Все жалеют, все кормят. А с детства такой умедлительный, память плохая. Начинаю с ним заниматься, память появляется. Начинаю, как говорится, гонять его здоровье, скорость. Человеком раньше до этого никто не занимался и сам собой человек не занимался. И привык к такому состоянию. не молится, не просит у Господа вывести его из этого состояния. Если бы я не знал по себе, у меня было такое состояние, без лени входит в человека и ничего не будет делать. Депрессия у врачей. многие в 90-е годах мужчины подкашивались. Ленщины как-то они более выносливые. Вот допустил себя войти без оленей и без оленей. Я знаю это состояние. Состояние лукавого раба и когда появляются рядом адвокаты этого состояния. Таблеточки антидепрессанты вся Америка на них сидит. Я изучал такой вопрос. Это просто такое беснование. Человек допустил себя не по бодрству он не помолился. Потом когда уже вера появляется читаешь Евангелие понимаешь что это состояние. Понимаешь что бесы изгоняются молитвой и когда это происходит получаешь исцеление другому говоришь об этом не верить. Просто руки опускаются что ли. Так и Господь спрашивает хочешь ли исцелиться и как он кротко отвечает вот чему надо все мы больны духовно нет здоровья но и когда тебя брат обречает указывает на грехи вместо того чтобы кротко как вот это расслаблено благодарю тебя поцеловать за намерение исправить вытащить его из этого греховного больного состояния вот а мы наоборот начинаем дерзимо что ты меня учишь написано не судите да не судимы будете начинаем хамить в ответ раздражаться конечно неприятно когда тебе указывать но если ты уже покаялся в этом грехе или готов покаять ты уже не тот он тебя тычет в пустоту даже если неправомерно тебя обличили уже этот грех не делает поцелуй за намерение кротко и вот из этого отрывка мы мучимся блаженный нищий духом когда человек осознает себя духовно больным ничего не значит тогда Господь ему помогает а когда говорит да я сам 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 самонадеяние это грех ну Бог не нужен помощь никакая не во христе не брать не учителя не на сам не нуждается а Господь поставил в церкви на них учителями других порой каждого свои таланты нет вопросов по этому правильно роман заметил да евангелие то на 5 глава 8 10 иисус говорит ему встань возьми постель твою и ходи и он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел было же это в день субботни посему иудеи говорили исцеленному сегодня суббота не должно тебе брать постель полкованием повелевает взять постель для того чтобы никто не счел онова за привидение а если бы члены больного не утвердились и не укрепились он не мог бы носить постель не требуют от него веры прежде исцеления как от некоторых других потому что больной не видел его еще сотворившим знамени ибо от тех от которых господь требовал веры он требовал ее прежде чудес но совершивший чудеса но совершивший чудеса перед ними он не подумал сам себе и не сказал не шутит ли он что приказывает мне тотчас стать я 38 лет болезни не получал исцеления а теперь вдруг встану чего такого он не подумал но поверил и встал исцеляет и в субботу научая людей иначе понимать обряды закона и почитание субботы поставлять не в телесно понимаемом бездействии но в воздержании от зла потому что закон будучи законом всегда добротворящего бога не может воспрещать добро творить в субботу вопросы тоже этот стих меня касается я когда к вере приходил у меня рассказывал была смертельная болезнь онкология лимфосаркома называется болезнь когда человек за два месяца умирает мне делали химиотерапию лучевую терапию когда такое лечение человек приходит необходимо усиленное питание как раз был строгий пост врачи мне сметана мясо пиво обязательно иначе у тебя будет ликопения умрешь белокровие болезнь предназолон такие таблетки я очень сильно располнил вот и пост я себе о все будут проститься у меня льгота я больной и брат Игорь Дебунов ты больной тебе как раз и усиленно и надо проститься болящим я ему поверил поверил что мне больному нужно проститься для того чтобы исцелиться я тогда не евангелие еще толком не то что бесы изгоняются постом и молитвой и я поверил в конце поста исцелил субботу а у меня было исцеление во время поста когда многие больные ищут себе льготы батюшки молочко гастрит а он не имеет права нарушать канон только послабление только может масло растительное вино все никакого молока мяса я исцелился врачи так удивились а что ты принимал как что я рассказал не знаю поверили молитву но это меня коснулась так еще вопросы поверье вашей добыла вам да да и перед этим про воду тоже читаем человек верит что святая вода у меня ну тоже такое искушение какая-то болячка я знаю что раньше мне мазь помогала и святая вода есть ведет по идешь мамаш мазью веры как бы ну вода чего она вода тут мазь там все бывает что не наступает исцеление господь пока водой помажешь даже веры как бы господь даже по-другому показ что от мази не помогала не проходила святой воды просходит даже такое бывает у меня всяком случае было я я я верю что святая вода в крещении донам это у меня удалось такое что я пользовался мазями писание сказано что иногда иногда в руках врача бывает успех я успех пронадеялся но как раз я иногда не попал а когда Богу молился тоже да поверь исцеляются по вере приносимого дары исцеления человек может быть неверующий а тот который его исцеляет через исцеление потом человек через чудо приходит веру с разной категории людей где требуют чудеса раз они требуют исцеления приходят иным людям нужны были чудеса как говорение на языках то есть они верим даром было такое чудо что язычники тоже могут войти церковь так вопросы идем дальше евангелие исцеление не знал кто он ибо иисус скрывался в народе бывшем на том месте толкование нужно удивляться смелости этого человека преды иудеями они настойчиво говорят ему не должно тебе брать свою постель в субботу а он смело проповедует им своего благодетеля кто меня исцелил тот мне сказал он как бы так говорит вы безумствуете когда приказываете мне не слушать того кто исцелил меня от болезни столь продолжительной и трудной иудеи не спрашивают его кто исцелил тебя но кто сказал тебе возьми постель так они добровольно свяжили себе глаза для добра а мнимое нарушение субботы постоянно выставляли на вид Иисус скрылся частью для того чтобы в его отсутствие свидетельство об исцелении было свободно от всякого подозрения и не подумали бы что человек этот благоприятствует ему но свидетельствует об истине частью для того чтобы еще более не воспламенить ярость иудеев ибо я один только вид ненавидимого придает ненавидящим немалую искру ненависти посему он оставляет чтобы дело это исследовалось само по себе ибо иудеи обвинители принесшие события на исследование и рассуждение делает он тем более гласным вопрос евангелие тана пятая глава 13 16 7 потом иисус встретил его в храме и сказал ему вот ты выздоровел не греши больше чтобы не случилось с тобой чего хуже человек сей пошел и объявил иудеям что исцеливший его есть иисус и стали иудеи гнать иисуса и искали убить его за то что он сделал такие дела в субботу толкование и слов господа расслабленному вот ты выздоровел не греши же более мы научаемся во первых что болезнь с этим человеком прикручилась за грехи и во вторых что учение о геене истина и что мучение вечно где же ныне те которые говорят в один час я соблубил за что же буду нести бесконечное наказание ибо вот и сей человек не столько лет грешил сколько терпел наказание но почти целую жизнь человеческую провел наказание грехи судятся не по продолжительности их а по самому естеству преступлений научаемся вместе и тому что хотя мы понесем тяжкое наказание за прежние грехи но если опять впадем в те же грехи и потерпим еще большее наказание весьма справедливо по кто не улучшился от первого наказания тот подвергается больше мукам потому что он бесчувствен и не родив для чего скажешь не все так наказывают ибо мы верим что многие порочные пользуются здоровьем и благоденствия то что они не потерпели здесь ничего будет поводу большему наказанию там на сието указывая павел говорит будучи судимы от господа то есть здесь наказываемся чтобы не быть осужденными с миром то есть там 1 хариф 1 6 32 ибо здешние страдания суть вразумления а тамошние наказание уже ли же все болезни от грехов не все но большая часть ибо одни из них бывают за грехи как случилось с этим расслабленным из книги царств видим что некто впал в подагру за грехи 4 царств 5 27 15 5 другие бывают для прославления обнаружения как случилось с Иовом чтобы открылась его добродетель иные бывают от рассеянности например от невоздержания и пьянства оказывается благочестивым ибо Иисус находит его в храме если бы он не был благочестивым благочестив он возвратился бы домой и предался бы отдыху и наслаждению и упрек бы от ярости иудеев и славопрения но ничто подобное не отвлекло его от храма узнав Иисуса смотри как благоразумно он объявляет объем иудеев не говорит как они желали слышать что Иисус сказал возьми постель но исцелил меня чего они не хотели слышать обвиняя его в нарушении субботы если иудеи стали гнать господа то чем виноват этот человек сей объявивший им об нем он он проповедовал об исцелителе с доброю целью с тем чтобы прочих привлечь к вере если же они стали гнать благодетеля то это их вина благающий покаяние и не спешащий покаяться здесь но опаздывающий не получает исцеления старайся войти первым чтобы смерть не захватила тебя сию купель покаяния возмущает ангел какой ангел великого совета отчего христос и спаситель ибо если божественное учение не коснется нашего сердца и не произведет в нем возмущения напоминовением о муках в будущем веке то купель сия не будет действенна и здоровья расслабленной душе не бывает справедливо она может быть названа овчью ибо в ней как овцы омываются внутренности и помыслы святых и незлобивых уготавляющих себя в жертву живую и благоугодную богу о если бы и мы получили здоровье и по выздоровлению находились в храме то есть не осквернялись неосвещенными помыслами дабы не постигло нас худшее наказание в будущем вопросы евангелие не делает и я делаю и еще более искали умы то что он не только нарушал субботу но и отцем своим назвал бога делая себя равным богу толкование он как равный отцу по чести и власти говорит как бог и отец мой делает их субботу и вы не обвиняете его так и меня не должны обвинять как же отец делает даны ноисей говорит что бог почил от всех дел своих 2 глава ты желаешь знать как бог делает доселе смотри на вселенную и познай дела промыслов промыслов солнце восходит и заходит смотри на море источники реки животных вообще на все сотворенное увидишь что тварь делает свое дело особенно же приводится в действие и движение без без сомнения Андрей недоступ микрофон без сомнения промысл делает свое дело и в субботу посему как отец делает и управляет тварью и в субботу то я сын его делаю справедливо но они подстрекаемые завистью искали убить его не только за то что он называет бога отцем своим делая себя равным богу называя себя сыном он необходимо делал себя равно честным богу ибо всякий сын бывает одного и того же есть из два с отцом вопросы братья это роман суриков вот сейчас прочитали за то что они говорят обвиняли его за то что он называет бога отцом своим а он уже вот то что мы до этого прочитали как он говорит отец мой делает я делаю но вот в данном стихе как бы не прозвучало что он называет бога отцом а он говорит о неком отце или это имеется ввиду что он когда-то до этого говорил или просто опускаются эти слова почему они вдруг решили что он бога отцом называет прочитай 17 то есть он говорит что отец мой делает и я я делаю вот но тут не сказано что именно бог мой отец делает а просто некий отец может земной какой-то отец у него уже был считались что у него есть отец я я не знаю как других языках но в русском отец пишется с большой буквы потом в английском есть определенный артикль или не определенный определенный там за не определенные вот тэйбл или тэйбл этот стол этот стол здесь наверное они понимали о каком отце он говорит что бы они имел ввиду иосифа они ничего злобились конечно не о простом отце он говорит но иосиф никого в субботу не не стрелял они явно поняли что он говорит о подкинь бездну делай себя равным другу другое дело когда вот этот стих приводишь с ветерями иегова которые не не признают равенство отца и сына нигде в писании иисус себя не называл равным богу он всегда отец более меня как же не написано вот делая себя равным богу но это же он делал себя за это вы его и распять хотели вы тоже с этими распинателями за одно иисус хотел тебя сделать равным богу а вы его за это хотите тоже распять что он не равен творению продолжим евангелие от иоанна 5 глава 19 21 на это иисус сказал истина истина говорю вам сын ничего не может творить сам от себя если не увидит отца творящего ибо что творит он то и сын творит так же ибо отец любит сына и показывает ему все что творит сам и покажет ему дела больше сил так что вы удивитесь ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет так и сын оживляет кого хочет толкование что это значит покажет и больше сил укрепив расслабленного он намерен воскресить мертвого посему и говорит если вы удивляетесь что я исцелил расслабленного то увидите больше всего что уничиженное выражение покажет что он сказал с намерением чтобы смягчить их неразумие то слушая что следует далее он говорит как отец воскрешает мертвых так и сын оживляет кого хочет вопрос можно я хотел сказать что есть одно место где он делает себя равным с отцом он так и говорит я и отец одно я и отец одно ну да им тоже приводишь это место ну это говорит так вот ну как имеется ввиду за одно то есть они вот так вот уже выворачивают то есть их не прошибешь ничем то есть насколько они верят в лжи что ну это надо в контексте всего Бога человечества Христа рассматривать а не только одно это место ну так же как вот сейчас вот вопрос же задал вот роман можно же было дальше еще послушать там конкретно говорится именно о Боге а не о каком-то человеке то есть так что из контекста то можно вырывать попробуй полностью когда весь вопрос домовладыки поставишь перед человеком тогда все будет ясно да ну вот я тоже задавался вопросом а в чем говорят что вот свидетели Иеговы страшная секта страшная секта я еще когда к вере приходил мне батюшка зачем она страшная а он ничего не может сказать я начал исследовать этот вопрос он действительно не пьет не курят граждане там улыбаются всегда вежливые что там страшно детей в жертву они не приносят там ничего там вот кровь правда там запрещают это им в обвинении в православности ставишь что вот человек на одре болезни погибает если ему кровь не перебить они никаким нет нельзя и все написано они твердо верят что не ешьте но раз написано не ешьте с кровью то и не переливайте а страшно то что когда они Иисуса Христа за Бога не признают и мы же в Евангелии читаем что он делает такие чудеса которые мертвых подкрешают разве может человек кто это может делать кроме Бога прощает грехи кто это может кроме Бога делать вот Арию такой же вопрос задал в ягод когда уже по 5 сторонники Арии и обратно страшно тем что вот эта сектор селегову что человек не Бог может такие вещи делать но это чистая воды сатанизм сатанисты они с помощью вот этих заклинаний или там общения с нечистой силой гравитация у них и все они такие начинают делать подвиги и проклятия и все это иногда они верят в собственные силы силы человек Бог к этому приводит страшность можно комментарий небольшой сереж комментарий небольшой можно да 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 и правда говорят про то что это страшная секта а вот если истинно верующий человек православный а если истинно верующий человек православный знает библию толкование святых отцов то это наоборот явно видимые враги Христа они не признают Христа за Бога не слышно меня да слышно слышно все понятно да но казалось бы но не признают и не признают за Сына же Божия они его почитают все по Библии у них они Библию любят все в чем опасность они же отца почитают во много ну вот бывшая светильница Егов Рахиль давай скажи как ты поняла почему ты оттуда ушла в православие в чем там ой звук пропадает вообще не слышно вот так ты что-то хотела сказать скажи в чем страшная секта светиль Егов чем она страшна для тебя по крайней мере в чем основная опасность да ну вот они ада не признают значит прямиком в ад и идут и сами и еще и людей их мозги то есть глаза разум затуманен сатаною библия изменена людей ведут люди не знают библию читают и верят им так же как и я верила вот вот в этом и опасность что сами идут в ад не знают и причем в этой секте режим такой ничего постороннего не смотрите интернет да связь пропадает я хочу тоже меня все хорошо слышите да Рахиль ты у тебя прерывается все благодарим мы тебя услышали там в конце прерывается так по-моему Валентина хотела что-то сказать да я когда ко мне приходили свидетели я с ними беседовала я спросила вы говорю себя считаете христианами они замялись замялись и ничего не сказали я говорю так вы антихристы вы антихристиане они заулыбались и ничего не сказали мне на это так вот в чем страшно-то что Христа за Бога не признают и непонятно какую там теорию выдвигают свои и ничего им не докажешь и показываешь стих и все это о Игове нет ну как же вот про Иисуса Христа нет это о Игове и все нет они сыном его называют сыном называют и про Бога уже показываешь стих нет или промолчат ну вот и ясно что затуманен у них разум я говорю вы потомки Ария Арианевой да они пройдут и не знают давайте еще у нас 5 минут есть почитаем потом если хотим вернемся Евангелие Атеана 5 глава 22-24 стихи ибо отец не судит никого но весь суд отдал сыну дабы все чтили отца простите дабы все чтили сына как чтут отца то не чтит сына тот не чтит и отца пославшего его истина истина говорю вам слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь толкование ибо мы люди особенно неразумнейшие из нас обыкновенно научаемся нужному более страхом чем благодеяниями слова отец отдал суд сыну понимая так что он родил его судьею подобно тому как слышишь что он дал ему жизнь и понимаешь что он родил его живущим так как отец есть причина бытия сына то и говорится что все что не имеет сын принял от отца как имеющий от него по естеству если кто говорит что он есть тварь превосходнейшая всех творений и думает что ему как сыну ложно и напрасно предается такая честь он решительно бесчестит и отца пославшего его верующий в него не приходит на суд то есть в муку но живет вечную жизнью не подлежа смерти душевной и вечной хотя смерти телесной и временной и не избегнет вопросы вангелетана пятая глава 25 и истинно истинно говорю вам наступает время и настало уже когда мертвые услышат глаз сына божия и услышавшие оживут ибо как отец имеет жизнь в самом себе так и сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть производить и суд потому что он есть сын человеческий не дивитесь ему ибо наступает время в которое все находящиеся в гробах услышат глаз сына божия и изыдут творившие добро воскресение жизни а делавшие зло воскресение осуждения толкования чтобы слова его не приняли за напыщенность и пустую надменность он представляет и подтверждение дел говорит наступает время чтобы не подумали о времени далеком говорит и настало уже когда мертвые услышат два сына меня ныне живущего с вами говорит это об мертвых которых он имел воскресить как то о сыне вдовы о дочери начальника синагоги и о лазере хотя он сын человеческий но вместе и бог всему справедливо имеет власть суда как сын божий теперь говорит о всеобщем воскресении значит оправдывает не одна вера без дел нужно иметь и дела ибо тогда только и вера бывает истина вопросы вопросы любые можно теперь задавать прям место не нужно уже спрашивать можно или нельзя кого есть пожалуйста задавай братья это роман роликов а вот вопрос еще по поводу крещения нужно ли стремиться как можно раньше креститься или вот поступать благочестиво как вот князь Константин византийский снять и другие тоже люди которые старости крестились старались перед смертью чтобы как можно меньше нагрешить после крещения вопрос понятен конечно включайте как можно откладывать ты же не знаешь когда умрешь и вопрос снятый интересный это вечности как что тут выгадывать а только я пока еще не принял крещение я еще буду грешить а то трудно тогда бог прощает верующий разве может так рассуждать наоборот очистился человек силу бог дает жизни причастие человек живет жизнью христианин а так до самой смерти он соглашенными должен выходить ему ничего нельзя доверить он и на благовестие не пойдет с него не спросишь он не христианин да какая это вера бога обмануть человек хочет вообрази что ты внезапно умрешь а это воображать не надо каждый день видим а это мог быть я попадал в аварию еще дальше но не крещеный тебя даже отпевать нельзя вопрос никаких нету церковь установила значит так оно прообразовано было обрезанием обрезание приносили переделали восьмой день восьмой день надо крестить вопрос даже задавать не надо это все написано ясно в каком возрасте а тогда было такое да мало что там было причина понятно бояры что согрешит и трудно получить прощение про это нигде не написано люди с удовольствием слушают разные басни нежели прямо слово божие каждый день одни и те же вопросы задают а какой десятину десятину прямо умирают это не было сказано в новом завете не было я говорю понимаешь десятина это что это десятая часть от сотни десять рублей что тут не понимать то ну а почему не отдаешь а почему я должен сколько кто может столько а тут прямо определенно а вот прямо определенное если нету то ничего и нету везде идет говле которая выброшена христом не можете служить богу и мамонии не можете в каждом храме утверждает можем все это хитрость человеческая бог говорит определенно испытайте меня бога испытать можно вот мы устраиваемся где-то не знаю тебе испытательный срок такой-то что-то делает человек где-то он работает за ним смотрят а испытайте меня чем десятиной приношением 3 глава пророка малахии не отверзлили вам небо это небо в ответ на это больше то чего и говорить так это в ветхом завете одинаково ничего бог не изменил женщина какое устройство было какой мужчина был все так и осталось и как человек зачинается и как умирает все так же осталось простые рассуждения если к нам кто-то пришел и мы двое работаем выполняем работу одинаково делимся друг с другом ну а как двое ну а Бог ты маленько должен нет землю он сотворил солнце воздух твое устройство тело дал желание работать все его все сто процентов а он просит только десять или ты все принимаешь что ты сам это сделал но за этим то сколько кроется за то что не дает десятину торговлю вот у нас в храмах нету ни с тарелкой не ходит никак еще десятина а десятина то какая бабки на пенсии а все равно хватает и все покупаем и уголь и крышу перекрыли и все вот один только разговор не любишь Бога все а это квитанцию надо он за рубежом а не так принял пришел заплатил тогда до причастия допустят а что по совести отдавать нет лукавство и вот в эти вопросы которые есть что-то надо понимать я опять возвращусь к первому вот это понимают как что-то книга еноха да ее никогда и не было ни в канонах нигде не было она еретическая ее только в пищи сжечь ну а как же арабы там приняли копская церковь но они приняли потому что у них это колдовство ведовство развито так они ее и приняли что-то от радости ну хоть кто-то бы когда-то где-то был зачат одного человека то нет что НЛО узкоглазые там приплывут и ты уже все растелешилась женщины такие найдутся сегодня миллионы ну хоть один-то демон бы где-то оплодотворил хотя бы одну нет вот читаем мы скорбь сатаны Мария Карелли там князь Лучо Лусиоли она влюбилась в него она не знает что это видимость дает человека князь дьявол она прям по-серьезному с ним хотела и он душу похитил и все Лермонтов пишет демон Тамара как будто бы уже вплотную подошло нет ничего нету и не может быть не может даже ни одного слова в Библии не было просто вопрос бы стал так ну а как вот ангелы хоть сегодня-то один бы был что они изменились эти падшие демоны нет женщины изменились нет такие же развратницы ну хотя бы одно какое-то зачатие одно даже сатана вот как он действует показано адвокат дьявола если кто фильм смотрел очень сильный фильм адвокат дьявола и дьявол подводит к тому что вот такие-то пары там отвержены Бога и теперь особого порода выведется а он стреляет сам себя и дьявол завизжал там крутится вертится и тоже нету нигде нету духовное с духовным ничего не слышат не видят и даже разговаривают то не о чем здесь сказано так и надо принимать а какая причина а что зачем зачем на это время тратить ты подумай о том как предстать пред Господом время-то уходит боятся что слово скажет прям помирает где-то а кому ты тогда нужен если ты на земле никому не был нужен а на небе тем более ни родных ни близких нету надо серьезно серьезно на это смотреть Господь сказал я и отец одно все вот этих еретиков трясут это много времени на это тратится большая честь для них они еретики еретики даже тяжелом напоминании а на самом деле они просто дьявольской отроди и какие они даже еретиками назвать-то нельзя все извращено это иноверцы вот мормония они всех на кладбище ходят и переписывают это наши люди проникает где вот умирают люди фиксируются в эту организацию и всех мертвецов переписывают и на своих ножевых Женя там у него 20-80 человек у них многоженство есть мертвые но они умерли 30-40 лет назад они все на имена переписывают и нас много будет это не то что чокнутые а одурели полностью и притом только переписать и уже приобрели ой мормоны они как название такое как блевотина какая и куда-то лезут и лезут все какие-то вопросы где-то надо толкование надо непонятно о чем там сказано ну здесь ясно и четко говорят отечистой силы женщины зачали это не может быть не может прямо написано антихриста антихриста обязательно от этого гибрида произошел нет это будет рожденный от седьмого колена блуда жидовки то есть она была мать проститутка и бабка и так семь колен жидовка это еврейка значит это так написано в старых книгах никак а человека опять же человека то есть его будут воспитывать натравливать он с детства впитает ненависть к христианству все но не с демонической силой нигде нету это ни в литературе которая бы маленько ограничилась с житьями ни в житьях нигде нет усыпились усыпились а вот написано сыны да совсем-то нет книги нет вычеркните его книги нет что меняется смысл где зачем это нужно было дьяволу люди стали другие они ушли а где они их нет а вот говорят находят там большие скелеты дальше если находят что ты время на это тратишь ты познай путь Божий возвести его другим и это каждый день делай узнаешь оказывается люди рядом живут и воскресенье из мертвых не верят вот история-то какая а как ты докажешь а вот есть моменты когда можно доказать согласно писанию вызвать доверие дети а работать надо нет тут разные басни я просто мне тяжело вот это слушать Сергей много времени тратишь вот это сидишь потом думаешь говоришь об одной болячке десять раз я одним предложением выразил мы едем от Владивостока до от находки до Лиссабона 600 городов и сел везде останавливаемся и пьем сырую воду такую пьем иная как кофе нам кричат не пейте не пейте вода здесь заразная а нам выбирать нечего мы пьем сырую не кипятили и ни один из нас не заболел а здоровье у всех разное ни собака ни люди почему каждый день с утра мы потребляли немножко просворы и воду святую с нами была святая вода мало остается у меня долин новой воды и она вся святая и никто не у меня глаз три года болел я только протирал протирал без всякого лекарства сейчас я глазом гляжу вот вторая болезнь у меня третья тяжелая операция была и угрожающая ситуация ничего не делал я к врачу даже не иду водой святой помазал крестообразным все затихает затихает и уже как будто ничего не было вера горы сдвигает а вода святая это так принято было у иудеев водой освещали все так они как молились над ней вот один раз услышал и все я верю а он не верит отойди от него он не там прописан он в небе его нет человек который прописан в книгу жизни он разве будет так вот за мной сейчас гоняются там разные там олег сват это я его называю вепрь боров из леса выскочил и кто-то узнает здесь наше на Марьясова кинулся вообще никакой толстая чрева не рождает тонкие мысли и они вокруг меня крутятся кто-то я даже теперь так называю Андрей даже недоступ нельзя сказать он на недоступ повышал назвал я раза два его там ну все они сразу на него вышли всякую пакость там берут кто еще написал это изберги рода человеческого отребья земли люди без имени больной едва шевелится как бегемоты все равно сглобится я ему что-то сделал ну иди в мир нет он вокруг наших ресурсов на всякого что-то начинает говорить опровергать злодеи злодействуют злодейски даже вообразить нельзя это сегодня только вчера они разослали и на кого на Марьясова а тот отвечает кто я для него против меня все против меня а они еще нету а им это надо нет дети дьявола и дети Божьи узнаются так и написано он есть человек убийца и лжец и вот они где они кому не принадлежит ни к баптистам никому он дома сидит вокруг себя группирует отступников в разных там где-то все равно где-то это провал будет просто говорить даже страшно это сегодняшнее время как не быть перестановки каких-то сегодня так опасно надо молиться уже послезавтра выборы будут какого Бог даст надо молиться он появился в печати когда-то на Дубровке то там газом то травили захватчиков где-то ну газ не сработал а что делать и Путин говорит там в Кремле там есть у них часовинка он пошел пал на колени и просил Бога что прямо говорит это все написано сегодня в интернете да Патрушев там говорит об этом не знали что делать не было они как дайте нам автобус мы с заложником и выезжаем а решили на Красной площади остановиться остановиться и расстреливать по одному и выбрасывать пока все условия не выплатят все время это приближается сегодня они уже будут делать это поэтому брать а пойдут люди ваши пойдут из ПСБ разговаривать с главою важно это очень важно нужна наша молитва а здесь спорят о вещах которые совершенно нас не касаются чего они там зачем туда люди как демоны ходят что тебе знать в чем они лучше то златовус сравнивает людей со скотиной у скотина у какого-то зверя одно злое качество у человека весь зоопарк в душе сравнивает с демонами но демоны не сребролюбивы и не блудливы то есть они не могут с того купиться что тут про это говорит а человек делает то и другое то есть хуже демонов ролик вышел как люди служат бесам в церкви Осипов Алексей Ильич как толкает свечки покупает бесам служат он сказать-то сказал а дальше-то не идет ну люди эти переделали по-другому чтобы они не ходили не покупали я могу сказать у нас не покупают а вы правила по-своему толкуете где хотя бы одно покажите он ничего не говорит он сказал хулиган у меня уже около пяти тысяч заблокировано людей это только вокруг меня одного каждый день наверное ну по 70 человек одни матерки одна пакость это тоже люди живые но трудно поверить что это люди люди им деньги платят большие и они хвалятся этим дома зарабатывают помолись о них кого они гонят они награду увеличивают они даже этого не знают сколько молитвы мне тут о пустяках рассуждают ты увидел это неважно это уже прошло все я становлюсь лицом на восток и молюсь все на этом 2 миллиарда мусульман бога не знают хотя кому-то скажи которые бы сказали да у русских тоже есть люди вот я натолкнулся на ролик и смотри сейчас сколько мусульман смотрят наш видеоканал это настоящие русские люди это настоящие один другому передает а ничего особенного нету мы провожали из Киргизии мой племянник Василий Лапкин это говорят мусульмане просто обыкновенная жизнь и она трогает ну покажи свою жизнь еще ты на одном месте сидишь какие-то вопросы задаешь это пустая бочка с горы гремит а ничего в ней нету ты узнаешь сегодня так а вчера было так продвинулся вперед выдавливая себя хотя бы по одному греху ты никогда не возвращайся к этому каждый строит себе как город на вершине горы город город это твой ты там хозяин он всеми огнями сияет почему церковь Христова а это люди отщепенцы отошли от церкви их нигде нет они не причащаются ничего умствуют Бог отнимет это все они не будут умствовать я только молюсь не погуби их в безумии Господи дай им время для покаяния это это все кончится верующий никогда не будет за другим гоняться сказать уязвить сделать плохо зачем это отвечать надо впереди отвечать я много судил со с властями пришел к выводу судьи должны быть только верующие независимо от того православные католики лютеране буддисты или мусульмане чтобы люди которые верят что будет возмездие у меня вопрос есть такой можно задать кто знает можно я был я был сегодня на богослужении утром в Мариуполе и спросил у священника после окончания богослужения а почему сегодня в пятницу вы с проповедью не выступали и мой вопрос вот так удивил он говорит а в эти дни проповеди не бывает ну как же так думаю у нас прописано в каноне в церкви о том чтобы священники выступали с проповедью и так как понимали со словом Божиим и так и толковали так как понимали святые отцы есть ли действительно в правилах церкви запрет на проповедь слова Божьего в какие-либо дни кроме как в субботу кроме как воскресные и праздничные это кто знает эти правила я впервые слышу чтобы в рабочие дни там пятницу священник может и не выступать с проповедью хотя богослужение было как положено от начала до конца и с такой ситуацией я сталкивался когда бывал в Харькове в Святопокровском монастыре но я приезжал туда в рабочие дни и священники тоже не выступали с проповедью а только дьякон выходил и читал что-либо по поводу события дня о том или ином святом и все а проповедь священник тоже не произносил Сережа можно я скажу да ну вот я на вопрос как раз хочу ответить дело все в том что я с другой стороны подойду это все относится к тому сколько богослужений должно быть в неделю вот и все в пятницу они какое-то богослужение да ты бери с понедельника и по пятницу начинай ходить по людям и каждому проповедуй хотя бы хоть кто хоть кто-то услышит от тебя о Христе а это там каждый раз они там перемалывают одно и то же эти богослужения уже сколько можно люди и все на церковь на славянском никто ничего не понимает и еще и проповеди нету таки не нужна она зачем время тратить на богослужения суббота воскресенье помолились молениями все господа благодарили за все и вперед с понедельника на благовестие и ходи ты поп туда ходи сюда вот как у баптистов как у католиков сейчас сделали у них там участковые священники пастыри участковые как у нас участковые милиционеры все их знают машины у них есть подъехал к одному к другому поговорил какие там несчастья у кого какие молитвы наоборот радость с кем-то поделиться жертву принести и тогда видишь люди ожили начали двигаться а это мир причину создали одну и теперь мы какие-то вопросы решаем правильно что-то там неправильно вообще все неправильно аминь братья вопрос есть если Игнать Тихонович подошел можно задать отвлеченный пока Игнать Тихонович давай вопрос такой тут сейчас идет по телеканалу спас серия передач не верю называется общаются с атеистами и недавно приходил познер и задал такой батюшке вопрос а почему фараон ожесточил сердце почему господь ожесточил сердце фараона он же и так хотел евреев отпустить а он специально ожесточил и фараон тогда обозлился и тогда семь казней египетских наслал на него и батюшка не смог толком ему ответить и вообще вот эта передача с познером она ну скажем так много православных мы не приобрели именно за счет того что батюшка он не мог толком ничего ответить познеру вот могли бы про фараона конкретно ответить и вообще смотрите ли вы эти передачи и какое у вас отношение к этому нет я не смотрю никогда эти передачи у меня времени даже нет на это я работаю в эфире в интернете по 16 часов каждый день 14-16 часов а что так Господь сделал для того чтобы позже оправдано было то что Бог с ними сделает ожесточил говорит так как ожесточил долготерпением вот говорит ком грязи ком а он грязью было твердый камень очкак солнце сушило его и чем больше дольше любовь Божия была как солнечная лучи тем тверже делалось сердце паровона а не то что Господь ключик повернул и туда налил ему что-то или нет надо понимать эти места поздно поздно он лукавиши из лукавиши физономия его посмотри какая это распинатели Христа только такие и все время безобразничает там и такая же заноза будет в мозги как у задорного весь ответ ему прям на месте остановиться и там сказать ты помирать думаешь ты считаешь писание больше тебе не надо ничего а мы ошибки выправляем не выправляете вы ошибки вы только делаете Исаак слепой мать Ревекка решила помочь сыну Иакову получить благословение накормила его руки одела шкуркой он пощупал да так и все а когда пришел Исаак он говорит со слезами просил его но ошибка произошла он своровал у меня благословение он слепой сказал бы в самом деле обманули я ни при чем я не видел ну вот ошибка была господи проси иди я тебя сын благословлю ни под каким видом не благословил отец неужели у тебя одно благословение вы испочитаете Библии как говорится все у Бога фиксируется мы сколько раз за день что-то говорим а потом повернули назад вот у нас вчера только дома тут разговор был у меня хозяйка по больницам затеяла там ездить ну добавка к пенсии какая-то там инвалидность вот а девочки привезли ну маленькая совсем она там есть 4 года наверное вот а давать надо куда-то ее я говорю а уже договорились я говорю ладно давай я с ней тут день-то просижу с девчонкой с этой ну кажется все понятно раз вечером переменили мне ничего не сказали а уже начинает звонить который привез она не его внучка она ему там внучатка вот а заберите ее на этот день я так ах ну как же так вы же договорились я согласился у того человека какие-то были назначены деловые встречи и теперь среди уже ночи звоните ладно забери ее да кто ж так делает то вы что делаете это даже высказать нельзя как я их начал разносить они все равно по другим видам все-таки девчонку сплавили поэтому там нет благословения слово человека должно быть да да и нет нет а я не знаю лукаво так ты без лукавого дня не жил а сверх того то от лукавого от кого как лев толстой называют от черта рогатого сказал не сделал обманул ты что думаешь когда слова то на небе записаны почему так написано ведется памятная книга и за каждое слово придется отвечать за мысли слова и движения он знает бог какая наша жизнь сколько мы за день того-то наворачиваем послезавтра избрание президента сегодня ночью не спите вымолите у бога господи ты знаешь кого я не прошу чтобы был верующий чтобы был рожденный свыше чтобы дали мир израилю не трогали его и мир россии и украине выпросить такого чтобы мудрые законы издавали такого который будет сострадателен страна будет рваться на части это совсем недалеко потому что несправедливо население убывает по миллиону почти каждый год а земли захватили 1,4 человека в красноярском крае а рядом страна там у них 40, 50 и больше 100 человек на один квадратный километр ну как земля божия не будут терпеть все равно это все отнимут это несправедливо это земля это жизнь им негде быть а нам говорит негде жить нам негде жить у меня стихотворение написано ты это не понимаешь поздно будет и бог говорит я не услышу ты о внуках о правнуках позаботься сегодня молись тебе некогда будет глупостями заниматься тебе некогда будет подсматривать за кем-то время драгоценнейшее время и вот не может выдохнуть учитель помолись обо мне хоть один час бог даст для покаяния он говорит дорогой мой до этих часов то сколько было я тебе говорил же а ты ходишь руки в карман и свистишь тоже мне монах каждую минуту поставь на учет время деньги мы скажем неправда время тысячи крат дороже денег оно невозвратно уходит как песочница да если бы мы ценили одно время только больше ничего нету какая бы жизнь то у нас была мы бы в очередях не стояли только стоять да в общем чего я тут стою то мне тут и делать нечего обойдусь без этого надо знать где настаивать малый талант большой развивать его надо прибавлять в два раза пять там городов в два раза все надо увеличивать двое это помним или нет а какие у меня таланты но ты в церкви работаешь ну а что свечки тушит да полы моет никаких талантов нету да сколько ж людей-то приходит да ты выйди в притвор расскажи им маленько священника нигде нету а она мне пишет так стала делать священник как узнал как ее распетрушил да тебе кто позволил батюшка так люди приходят ничего не знают я ей сказала что в храм приходили евангелие считали перестань Екатерина чтобы я не слышал больше этого вот священник уже можно сказать подвел черту под собою они не понимают этого это это ужасно это в житиях написано там один мимо икон ходил и свящу то ли жалел то ли что коптящий лучи и Божья Матерь провела пальцем по ногам ему и ноги отнялись и теперь только лежал Божья Матерь это жития святых Бога не бояться ни святых никого вот это секты разные отходят вот это гоняется за нами никакого понятия нет это перед Богом все у нас тут священник один против нас вел войну прямо войну настоящую а оттуда люди приходят и говорят батюшка говорил что у вас икон нет я говорю как не было ну Тас Владимир он зря сказал он в Кытманово служил здесь опять ну вот он просчитался там ему дали что-то он сумел на жену перевезти его посадили за присвоение да нахлобучили хорошо а я теперь в тюрьме работаю ему ношу все туда его сестра стала ходить ко мне на занятия в университете я иду прокурору края о нем и Господь помог скостили еще немного пошел к архиерею они подали на него он вышел теперь ходит к нам молиться я говорю отец Владимир вы это говорили говорил а зачем а чтобы люди к вам не ходили да какой же ты после этого ты о себе заботился да ты живешь в другом районе тебя рядом не было но ты говорил что Божью Матерь не почитайте да говорил зачем а чтобы люди к вам не ходили я ничего на это не могу сказать да зачем же ты живешь вспомните братья Карамазов когда этот Митенький говорит к старцу Зосиму отец на своего отца а зачем такой человек живет а то Хаджи Мурата у Льва Толстого я напоминаю когда разгром провели они к зиме приготовились стога сожгли ребенка убили улья пчел разворотили и они уже отступили войска эти сокалы сидят старики у огонька а Аллах а зачем эти люди живут это столетиями нас сопровождает нам нечего ждать мы то какие ты умеешь ты умеешь время экономить время кто тебе будет удивляться что ты столько сделал хорошо написано у Горького он говорит а вы на земле проживете как черви слепые живут ни сказок про вас не расскажут ни песен про вас не споют чтобы мир удивился что какие христиане были же такие люди как учители Иоанна Златоуста Ливанион какие жены у этих христиан жены удивляли весь мир какие они были а сегодня с чем они отличаются как они одеты срамота одна американские женщины коллективом написали мусульманкам какие вы счастливые как вас мужья любят как они вас одели а нас до гола раздели один срам только мы несем в жизни своей вот передовая Америка как мусульмана ценила и справедливо а я когда говорю посмотри как благочестиво одеты они как они берегут их чтобы в школе или где-то она была одна потеряла девственно даже не слышали об этом а почему ее смерть ждет брат 16-летний говорит а если сестра твоя такое случится зарежу мать без мужа осталась мужик ходит к ней зарежу вот и все я не призываю ни к чему мы в христиане но и так жить нельзя как мы живем о чем говорит время время а неужели вы стоите в 4.40 встаем в 4.40 всегда а в лагере у меня я 45 лет в начале детского лагеря в 5 найдите мне детский лагерь чтобы вы в 5 вставали если найдете мне скажите понятно это уже необычное найдите такой лагерь где бы строжайше посты соблюдали нет растительного масла с ядцами значит его не будет это дети все понимали а то я беру маленькие примеры тут никакого труда то нету одно от старших зависит и дети это воспринимают берегите время не будет одной минуты на покаяние а сегодня неделя такая заканчивается напрячь внимание в молитвах Господь дай нам доброго руководителя в стране как угодно называю президентом царем все одно и то же и тогда это явлено будет что-то особое какой-то столб огня стоит здесь над этим местом это люди видят у вас что-то горело вчера нет не горело а почему так далеко шли прям столбом кверху стоял среди ночи столб огня сразу вспомнили молились и один видел да нет мы шестером шли все это видели мы подумали там что-то случилось вот Бог как делает услышал все молитвах напрягитесь на эти два дня а то дам говорит на голову вот она ожесточил сердце не ожесточайтесь братья спаси Христос аллилуйя это жить надо я не просто это говорю это наша жизнь реальность вот мы в дороге когда ездили мы каждый день проходили одна тысяча и тридцать километров по всю Европу прошли во все государства там Турцию прошли с той стороны мы молились за нас молились в 10 часов только отбой был в 2 часа подъем в 2 часа ночью мы уже ехали в пути и каждый день так и встречи ежедневные были а вот ночью где-то надо остановиться пищу приготовить все вовремя сделали и вернулись 120 тысяч километров прошли это три раза по экватору земной шар да не какой-то машине а газель российская это вообще в Австрии перед нами там на колени падали Россия газель Путин Россия газель и Путин надо жить интересно красиво так чтобы огонь горел в каком храме где молятся так как у нас принято за 7 минут до начала все должны войти углубиться в молитву 7 минут полная тишина даже не кланяется никто потом открывается царские врата за неделю поблагодарить за священника чтобы огненное было служение повторяю у нас ни с тарелкой нигде не ходят найдите у кого сектантов баптисты там харизматы там с ящиками ходят деньги у нас ни разу никто и нельзя этого делать служба идет богослужение мы православные никогда ни разу ни к иконам никто не подходит а иконы есть выходим на аналой лежит перед тем как священник выйдет с крестом ну можно порядок то навести ну мы же православные чего ж так крылья то опустили а люди это видят в храме даже шепотом никто слова не скажет специально смотрители поставлены около церкви никто не просит у нас никто и не подаст его заведут мы разузнаем какая нужна помощь и дальше разговор другой будет каноны подряд нарушаются а им же стыдно на этом фоне то они поэтому нападают на нас ну ничего просим господи не ведают что творят надо жить интересно если ты верующий верующий на тебя нападки будут все время без этого никак гнали меня буду гнать и вас да и все желающие жить благочестиво во христе иисусе гонимы будут тебя никто не гонит почему вопрос просто вопрос такой раскулачивали всех а моих родителей не тронули я в 5 лет отца спрашивал почему вас не гнали я ничего не понимал еще почему а когда согнали они обижали все бросили а сегодня это как ты говори ты старайся чтобы как говорит Серафим Саровский